МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире события в студии Андрей Трой. Смотрите в выпуске. Шпион или мошенник? В старом доме обнаружили тайник, который может пролить свет на загадочной странице самарской истории. Победить рак? Отечественные ученые знают, как это сделать. Японский кедр, индийский фикус и тропическое окалифе. Где в Самаре можно встретить вечное лето? В санатории Самарский продолжается ликвидация последствий ЧП, случившегося накануне. 186 человек было эвакуировано из-за пожара. Он разгорелся в 10-м часу вечера. Огонь вспыхнул в воздуховоде вентиляционной шахты. Горела также кровля второго корпуса общей площадью 70 квадратных метров. Пожару присвоили третий ранг сложности. В течение часа его тушили 52 сотрудника МЧС и 12 единиц техники. Все постояльцы и сотрудники санатория были вовремя эвакуированы. Пострадавших нет, причина пожара и ущерб от него устанавливаются. Пациенты были в течение 30 минут из двух корпусов эвакуированы. Ни одной экстренной ситуации в медицинском порядке осложнений в здоровье это не принесло. Через час пациенты были реэвакуированы по местам. Еще через час я сама обходила, делала обход. Пациенты все отдыхали, все спали. Было все абсолютно спокойно. Быстро залечить раны, получить качественный наркоз и даже победить рак. Такие амбициозные задачи ставят перед собой отечественные изобретатели. Свои достижения они продемонстрировали на научно-практическом семинаре. Алина Чемерис увидела российские разработки, которые не просто способны заменить импортные аналоги, но и стать настоящим прорывом в медицине. Например, помогут наконец-то справиться с раком. Задание нам нужно с вами одеть колечко на штырьки. Так опускаем, вот они у нас с вами падут. Простые упражнения, чтобы потом выполнять сложные лапароскопические операции. На тренажерах, разработанных в Самарском медуниверситете, оттачивают хирургическое мастерство студенты, интерны и ординаторы. В условиях импортозамещения поддержать отечественные разработки способ сэкономить и, главное, шагнуть на новый уровень в создании медицинской техники. Без анестезии не обходится ни одна серьезная операция. Этот аппарат, разработанный российскими учеными, в два раза дешевле своих импортных аналогов. Управление сенсорное, как на смартфоне. Даже сейчас он показывает, что в комнате, где слишком много народа, уровень углекислого газа повысился. Фактически это робот. Это оборудование будет эволюционировать по пути более совершенного программного обеспечения с тем, чтобы все более минимизировать участие человека и повышать безопасность для пациента. Здесь и ранозаживляющие повязки, и аппарат, позволяющий определить температуру внутри организма на глубине нескольких сантиметров. Разработчики говорят, с его помощью можно предотвратить даже рак. Злокачественная опухоль на несколько градусов горячее, чем окружающая ткань. Температурные изменения наступают не тогда, когда опухоль достигает огромных размеров, а на стадии предшествующей злокачественного роста, на стадии атипичной гиперплазии, когда еще нет опухоли, когда только высокий риск развития опухоли. И в это время, в 80% случаев, уже происходят тепловые изменения. Местные изобретатели уже получили международную премию за разработки в области челюстно-лицевой хирургии. Преуспели и в создании противоопухолевых препаратов. Сейчас лекарства проходят испытания и уже через пару лет появятся на российских прилавках. Отечественные аналоги ничуть не хуже импортных. У нас очень много оригинальных разработок, которые на этапе сейчас клинических испытаний, других. Я могу пример привести. Вот вспышка Эбола. То есть, все-таки мы на первом месте по созданию вакцины эффективной Эбола в Российской Федерации. Точно так же можно говорить и про другие прорывные вещи. В регионе, как и во всей стране, намерены активно поддерживать местные изобретения не только в сфере медицины. Чтобы получить инвестиции и воплотить техническую идею в жизнь, разработчикам необходимо направить проект в венчурный фонд. Быть новому изобретению на рынке или не быть, решит комиссия. Алина Чемерис, Артем Сулайманов, События. Все тайное становится явным. Пусть и спустя полвека. В старом доме найден клад, который может позволить по-новому взглянуть на некоторые страницы в истории города. Кто устроил тайник в доме на Самарской? Шпион или банальный мошенник? К расследованию загадки, у которой нет срока давности, подключилась Валерия Макарова. Когда начались носить деревянную одноэтажку на Самарской, рабочие и представить себе не могли, какие загадки скрывают стены старого дома. Тайник был тщательно замаскирован под подоконником. Оторвали прогнившие доски и оттуда выпали две металлические коробки. Когда все это открыли, в принципе, сначала вы даже не помните, что там находится. Но потом, когда разглядели, смотрим, это заготовки, ну даже не заготовки, а уже готовые печати. Готовые клише с гербовыми печатями. Получается, в этом доме на Самарской жил мошенник, который занимался подделкой документов. Глава строительной компании Дмитрий Хмелев увлекается старинными вещами. Признается, клады в старых домах не редкость. Но даже его, опытного коллекционера, удивила находка на Самарской. Обычно прячут монеты, а здесь универсальный набор для изготовления практически всех важных документов. Человек, кто работал в сфотографе, кто вырезал все клюши, это тоже некурстантная работа, это работа высокопрофессиональная. И все сделано очень грамотно. Для того времени это высочайший уровень. Год изготовления нелегальных печатей определили точно – 1958. Куйбышев в то время был центром промышленности, городом, закрытым от посторонних глаз. А значит, представлял интерес для шпионов. Не исключено, предполагают краеведы, что тайник в доме на Самарской могла оборудовать иностранная разведка. 50-е годы, 60-е годы – это развитие Куйбышевской области, Куйбышевского региона. Здесь много разного народа было. В первую очередь, конечно, пришлого. Все-таки Великая Отечественная война, она, к сожалению, но по факту выбила колоссальное количество коренных жителей. Кто ходил по этим улицам в 1958 году? Простой жулик или шпион? Точно сказать мы не можем. Предположить можно одно – исчез он внезапно, ведь даже не забрал из этого дома тайник. А оставлять его по тем временам здесь было очень опасно. Что заставило его это сделать? Внезапное бегство или проблемы с законом? В истории Самары свои загадки. Валерия Макарова, Константин Головин. События. Самая старая котельная Самары, от которой получал тепло поселок Рубежный, тоже теперь история. Оборудование, достойное середины прошлого века, демонтировали и поменяли на новое. В Самаре сегодня из 110 котельных к отопительному сезону готовы почти все. В поселке Рубежный реконструкция тоже подходит к концу. О модернизации, которую давно ждали, репортаж Марины Матвеевшиной. Здесь был Вася. Свой отпечаток в истории оставил местный барсик. Кот появился здесь сразу же, как только началась реконструкция котельной. Рабочие шутят даже. Котельная от слова кот. Реконструкция котельной в поселке Рубежный уже подходит к концу. Осталось только соединить трубы и сами котлы. Мы сюда пришли, тут вообще ничего не было. Была вообще пустота. Котлы и трубы, все это мы сделали. И душу, и все вкладывали. 100%. Мы знаем, что тут ничего не потекет. Газа потреблять новые котлы будут меньше, а тепла давать больше. Котельная будет полностью автоматизированной и за счет этого безопасной. В данном случае котельная будет практически исключать аварийные ситуации. И потребители будут обеспечены более надежным теплоносителем. На модернизацию котельной из городского бюджета выделили 29 миллионов рублей. Ремонт она требовала уже давно. Эксплуатируется почти полвека. Хотя служила исправно. Мы только знаем, что новую котельную делают и все. Потому что она у нас очень давнишняя и старая. Котельная войдет в рабочий режим до начала отопительного сезона, обещают рабочие. Теперь 50 домов поселки Рубежный будут получать тепло от новых современных котлов. Это была последняя в городе котельная с таким устаревшим оборудованием. В прошлом году за счет областного и городского бюджетов реконструировали 10 котельных. Теперь городские котельные работают по новым современным стандартам. Марина Матвеевшина, Максим Гусев, События. А сейчас коротко о важных событиях, которые произошли к этому часу. Во время пожаров в Сызране погибла 9-летняя девочка и ее опекунша. Огонь, который разгорелся в пойме реки Кашпирка, перекинулся на три жилых дома. По предварительной версии, когда пожар подошел вплотную к их дому, люди выбежали из своего жилища. Неожиданно женщина решила вернуться назад. Девочка последовала за ней. Когда они забежали в дом, обрушилось крыльцо. Окончательные выводы о происшествии будут сделаны после проверки, которую уже назначило Сызранское управление средственного комитета. Самарская полиция разыскивает женщину, которую подозревают в обмане пенсионеров. Преступления были совершены в помещении аптеки на улице Чернореченской и у дома на улице Мичурина. Пресс-служба полиции сообщает приметы дамы, находящейся в розыске. На вид ей 45-50 лет, рост 165-170 сантиметров, плотного телосложения, волосы короткие, темного цвета, лицо округлой формы. Россияне оценили собственные жизни в 4,5 миллиона рублей. Эксперты попросили сограждан назвать примерную стоимость человеческой жизни. Таким образом, авторы опроса пытаются высчитать справедливый размер компенсации за гибель человека в результате ЧП, а также сумму выплат при полной потере трудоспособности. Опрос проводился в 36 крупных и средних городах России. Самые высокие требования по компенсации предъявляют мужчины. Люди среднего возраста от 40 до 50 лет с неоконченным высшим образованием способны приобрести квартиру или новый дом. Почти 40% подростков в Самарской области не считают наркотик злом. Такие неутешительные данные выявило психологическое тестирование. Его провели среди учеников восьмых классов и студентов первых курсов колледжей и техникумов. Выяснилось, что почти 11 тысяч подростков не исключают, что могут хотя бы раз попробовать наркотики. Тестирование было добровольным и почти 2000 школьников отказались его проходить. Почти миллиард рублей экономии. И это не в ущерб развитию города. К бюджетным тратам в этом году городские власти подошли по-новому. На чем же научились экономить? В муниципальный кошелек заглянула Марина Кравцова. Каждый бюджетный рубль в дело. Один из способов сократить расходы – грамотная кредитная политика. Городской департамент финансов договорился с коммерческими банками. Кредитную ставку по займам для муниципальных программ снизили до 12% годовых. Только за счет этого город сэкономил более 80 миллионов рублей. Кроме того, почти бесплатно краткосрочные кредиты Самаре предоставило государство. Городской округ, проведя определенную работу и доказав, что наш бюджет соответствует всем требованиям выдачи государственного кредита, мы получили кредит от нашего управления федерального казначейства, от государства в размере 1 миллиард 150 миллионов под ставку 0,1% годовых. Еще около 240 миллионов рублей из Самарской казны сэкономили при проведении торгов. Олег Фурсов поставил задачу затянуть пояса и в первую очередь снижать расходы за счет сокращения представительских трат. Мы с вами сокращение провели на 20%. Нас еще ждет волна оптимизации в рамках слияния департаментов. И к руководителям муниципальных предприятий хочу обратиться тоже, посмотрите, у кого какие неэффективные расходы есть, чтобы использовать внутренние резервы. Это крайне важно. Всего в этом году сэкономили почти 800 миллионов рублей. Эти деньги пойдут на социальные программы и развитие города. Марина Кравцова, Сергей Баскин, События. Не могут – научат. Не хотят – заставят. Этот армейский принцип, взятый на вооружение жителями многоэтажки на Карла Маркса, уже дал эффект без всякой стрельбы. Свой дом люди теперь могут считать образцово-показательным, хотя совсем недавно о коммунальном рае им не приходилось и мечтать. Как самарцам удалось заставить управляющую компанию работать, знает Марина Матвеевшина. Был балкон старый, станет как новый, шутят высотники. Работают на совесть, чтобы потом не переделывать и не подвергать опасности жителей. Хозяйка квартиры Карина Бодриддинова, которая тут же контролирует процесс, признается. Последние 10 лет даже выходить на балкон было страшно. Бетонные осколки падали прямо на голову. Делали мне чат балкон очень хорошо. Ребята, я ребятам довольная. С чего начать ремонт в доме и кому доверить работу, в первую очередь решали сами собственники. С самого начала они внимательно контролировали ход ремонта. Например, первая бригада, которая должна была заниматься благоустройством балконов, не вызвала доверия у собственников квартиры. Поэтому управляющей компанией пришлось найти других работников. Новые специалисты пришлись жителям по душе. Благодаря старшей по дому, она уж как взялась, и тогда пробили. У нас люди в доме очень-очень все хорошие. Если что-то у кого-то беда, звоним в ЖИУ. Здесь не надо даже идти до дома управления. Это также стало возможно благодаря финансовой дисциплине жителей. Чтобы эти работы выполнялись в срок качественный, в соответствии с пожеланиями жителей, хотелось бы обратиться и попросить жильцов вовремя оплачивать свои коммунальные услуги, так как это существенно влияет на объем выполняемых работ, на сроки выполняемых работ и на их качество. Важно и то, чтобы коммунальщики слышали просьбы жителей, уверены в городской администрации. Наладить добрые отношения с горожанами – задача в первую очередь управляющей компании, считает первый заместитель главы Самары Владимир Василенко. Управляющая компания обслуживает интересы граждан, но не наоборот. Вот когда сегодня именно поворот управляющей компании произойдет в сторону жителей, тогда многие вопросы и жалобы начнут решаться. 453-й дом по Карлу Марксу – хороший пример того, как взаимодействуют жители, коммунальщики и подрядчики. Жильцы на собственном примере доказали, что эффективное взаимодействие с управляющей компанией возможно. Нужно для этого приложить лишь немного усилий. Марина Матвещина, Сергей Кизоркин, Алексей Золотенков. События. В Самаре до конца года установят сразу три скульптурные композиции. Об этом говорили на заседании оргкомитета «Культурная Самара». В октябре на улице Молодогвардейской к 95-летнему юбилею строительного университета появится бронзовое изваяние инженера. В декабре ко дню спасателя в сквере напротив Ледового дворца спорта установят композицию, посвященную сотрудникам МЧС. Она представляет собой мужчину в форме спасателя, держащего в руках земной шар. Ну а ко дню полиции в центре города появится шестиметровый дядя Степа. Над скульптурой рослого героя поэмы Сергея Михалкова, который в этом году исполняется в 80 лет, трудится гуру гигантских форм Зураб Церетели. Скульптор отказался от гонорара и уже завершает работу в своей мастерской. Место установки пятитонного бронзового милиционера еще обсуждается. «Дядя Степа для меня это герой, герой моего времени. Наверное, все знают его, все помнят. И у меня даже внучка уже знает четыре строчки из дяди Степа. Выучила специально к открытию». Виртуальный экскурсовод по Самаре. Увидеть и изучить памятники, установленные в честь Великой Отечественной войны, теперь можно на просторах интернета. Сайт «Путеводитель» появился благодаря историкам и неравнодушным горожанам. Одним из первых его посетителей стала Валерия Макарова. Экскурсия в один клик. Электронный путеводитель по памятникам в честь Великой Отечественной войны впервые представляют публики. Над ним больше двух лет трудилась команда историков, краеведов и программистов. А помогали им школьники, студенты и, конечно, сами ветераны. Подобного ресурса в Самаре еще не было. «Работа над ним была достаточно сложной, потому что имелись отрывочные сведения, в каких-то памятниках, а в каких-то памятниках вообще не сохранилось, например, кто инициатор их создания, когда его поставили. То есть памятник есть, он живет своей жизнью». Информация о многих памятниках уникальна. Чего-то нет даже в архивах. Выручали люди. Свои материалы самарцы присылали на конкурс «Ради жизни на земле». Они и легли в основу путеводителя. Особое внимание малоизвестным памятникам, стелам и мемориальным доскам. На сайте samarapobeda.ru каждый из них можно увидеть в 3D, познакомиться с его историей. Это доступно даже для слабовидящих. Текст можно прослушать. Путеводитель, сами его создатели называют книгой памяти. «Это важно не только, как говорится, для города, самого области, это и для жителей. Это, в первую очередь, важно для нашей молодежи, которая должна это знать». Впереди еще большая работа, уверяют создатели книги памяти. Сейчас в путеводителе только 30 памятников. Но в планах рассказать обо всех, а в городе их больше сотни. Валерия Макарова, Константин Головин. События. Историю мучениц, веры, надежды, любови и матери их Софии сегодня вспоминают все православные христиане. 30 сентября в календаре особая дата. По старинному преданию София и три ее маленьких дочери погибли от жестоких пыток, отказавшись отречься от Христа. Ежегодно в День памяти святых в церкви приходят тысячи людей. В Самаре в центре внимания небольшой храм, расположенный на тихой улице исторического центра. Он был построен в 1878 году при Мариинском приюте для девочек-сирот, чьи отцы погибли в русско-турецкой войне. В январе 1902 года храм посетил и отслужил молебен святой праведный Иоанн Кронштадтский. Храм пользуется популярностью и в наши дни. Множество прихожан собирает наш храм в этот день, поскольку это один из самых популярных имен в России. Поэтому, конечно, все женщины, которые носят имена этих добродетелей, стремятся в наш храм в этот день попасть. То, что мне имя любовь, я должна любить, даже, можно сказать, всех любить. И дарить всем любовь. И детям, и мужу, и родным, близким, друзьям. Ну, последний день сентября стал и последним днем бабьего лета. Уже в ночь с 30 сентября на 1 октября ожидаются заморозки до минус 1 градуса по Цельсию. Синоптики поясняют, показания температуры этой осенью впервые приближаются к климатической норме. К надвигающимся холодам в лаборатории Самарского госуниверситета в Оранжерее ботанического сада готовятся основательно. Для тропических растений главное создать условия – высокую влажность и строгий температурный контроль. Красками вечного лета любовалась Алина Чемерис. Особенность большинства фикусов и, собственно, всего семейства – это наличие млечного сока. В жаркой Индии под южным солнцем вечно зеленое дерево фикус может вырасти до 40 метров в высоту. В Оранжерее ботанического сада за условиями следят строго. Температура не меньше 20 градусов, влажность более 90%. Воду фикус способен забирать даже из воздуха. Такие воздушные корни необходимы фикусу, во-первых, для потребления воздушной влаги, для укринения. Они довольно хорошо размножаются, например, если мы отрежем веточку с воздушным корнем и посадим ее просто в горшок, то у нас вырастет уже здоровое взрослое растение. Осень не страшна и о калифе. Красивое, но ядовитое растение здесь цветет и зимой, и летом. Главное его украшение – длинные малиновые сережки. Всего в Оранжерее площадью в 1200 квадратных метров живут и здравствуют около тысячи видов тропических растений. Ухаживают за этим огромным садом всего четверо сотрудников. Каждая травинка здесь как родная. Дети, конечно, особенно когда вот только еще маленькая семечка, маленький всходик. А как же? Как за грудными детьми, за малыми детьми? Ну потому что чуть подсушили, завял, погиб, не будет этого растения. Поэтому надо тут глаз да глаз. Для самозащиты даже растения придумывают самые невероятные способы. Например, вот эта вот мимоза. Чтобы ее не съели насекомые, убежать она, конечно, не может. Зато при малейшем прикосновении листочки сворачиваются. Все деревья и кустарники вырастили сами сотрудники Оранжереи. Семена им по обмену присылают из ботанических садов со всего мира. Криптомерия или японский кедр пока совсем еще малютка. Сантиметров 40 в высоту. Чтобы растение предстало во всей красе, ему потребуется несколько лет. Алина Чемерис, Алексей Золотенков, События. На этом наш выпуск завершен. Смотрите телеканал Самара ГИС в кабельных сетях города, читайте нас в Твиттере, скачивайте приложения и смотрите нас на экранах смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего доброго, до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok